Доброго утра в эфире канал ОТС Новости с вами в студии Алина Штоколова. И в следующие несколько минут вы узнаете, какая разработка новосибирцев поможет спасти жизни россиян, кто может получить компенсацию за цифровую ТВ-приставку и как гулять с животными по всем правилам. Итак, мы начинаем. В России провели первую операцию на сердце с использованием окклюдера новосибирского производства. Это устройство позволяет предотвращать инсульты. Раньше все подобные вмешательства делали с использованием зарубежных, более дорогих аналогов. Из-за этого они в большинстве случаев были недоступны. Российская разработка позволит проводить малоинвазивные операции гораздо чаще. Первый отечественный окклюдер установили двум пациентам Красноярской краевой больницы. Они страдали мерцательной аритмией в сочетании с высоким риском кровотечения. Все прошло успешно. Больные идут на поправку. Почти 700 новосибирцев получили социальную компенсацию при переходе на цифровое ТВ. На эти цели потратили уже больше миллиона рублей. Компенсацию за покупку специальной приставки комплекта спутникового оборудования выплачивают один раз. Она предоставляется пенсионерам, ветеранам, малоимущим и инвалидам. Те, кто живет в зоне охвата цифровой сетью, могут рассчитывать на тысячу рублей. Жителям населенных пунктов вне этой зоны положено по 6 тысяч. Получить такую поддержку все еще можно. Для этого надо обратиться в службу соцповершки по месту жительства. Дороги к социальным объектам могут ремонтировать за счет федерального бюджета, если депутаты Госдумы примут законопроект, который внесла в парламент фракция «Справедливая Россия». Речь идет прежде всего о школах и поликлиниках. «Справедливороссы» считает, что на эти цели должны тратить деньги из дорожного фонда. Более 15 тысяч замечаний к пешеходным переходам у школ в Российской Федерации. Более трех тысяч школ и детских садов в нашей стране после того, как ребенок выходит за ограду, вообще не имеет тротуаров. И в этой связи мы считаем, что должны тратиться деньги из дорожного фонда на эти нужды, а не на муниципалитеты возлагать, у которых денег нет и никогда не будут, чтобы у нас все эти дороги были в порядке». Новосибирские дорожные службы приобрели необычного робота-садовника. Машина самостоятельно подстригает газоны вдоль областных трасс. Главное преимущество – работа на крутых склонах, где обычная техника переворачивается. На таких откосах трава может достигать 2,5 метров в высоту. Но для робота и это не помеха. По производительности он заменяет 12 рабочих. Стоит такая косилка больше 4 миллионов рублей. Сельхозпредприятие Болотнинского района завершает заготовку сена и сенажа. В этом году погода балует аграриев. Общий план по району выполнили уже на 90%. Подробности в нашем следующем сюжете. В хозяйстве у Владимира Немова работы идут полным ходом. Косят траву, сгребают, прессуют. В день заготавливают более 100 рулонов сена. Зимой именно эти тюки пойдут на корм для крупнорогатого скота. Предприятие занимается поставкой молока и молочной продукции. Хороший кормак – залог больших надоев. Хозяйство у нас небольшое. Фермерское хозяйство. Общее поголовье КРС – 112 голов. Поэтому мы обходимся кормовой базой. Это сено. Травы сеянные, естественные сенокосы. Нет пока возможности приобрести кормозаготовительный комбайн. Он довольно-таки дорогой, чтобы готовить сила, сенаж. Пока так. Ну, планы есть, но пока обходимся только сеном. С утра и до вечера в полях современная техника собирает сухую траву, которую прессуют в рулоны. Каждый такой рулон весит около полутонны. Как роса сойдет со 10. Ну, штук 100, когда и больше делаешь за день рулона. Нынче как-то погода позволяет. Крутим и крутим. Дождь не идет. Нормально. Сено-заготовку в хозяйстве начали 1 июля. Благоприятная погода на руку аграриям. В полях работают без простоев. Погода в этом году замечательная для сенокоса. Но, к сожалению, для остальных культур зерновых, для растеневодства, все сохнет. Катастрофически не хватает влаги. Особенно страдают яровые, зерновые. Во всех хозяйствах заканчивают заготавливать сено и сенаж. Общий план по району выполнен на 90%. Если сравнивать с результатами прошлого года, это на 1000 тонн сена больше. Это значит, кормов хватит. Ирина Шатрова, Сергей Филонов, Новости ОТС. Новосибирцы смогут узнать и о правилах выгула собак. Об этом расскажут представители Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства. Специалисты пояснят, где и как по правилам можно гулять с питомцами, а также какие штрафы грозят нарушителям. Задать все интересующие вопросы можно по телефону 228-86-46. Горячая линия стартует в 14.00. К этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь и в социальной сети Instagram. ОТС нижнее подчеркивание ТВ. С вами была Алина Штоколова. Я не прощаюсь. Увидимся уже меньше, чем через полчаса. Хорошего дня. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Доброго утра. В эфире канал ОТС новости. С вами в студии Алина Штоколова. В следующие несколько минут расскажем, как должников заставляют платить по счетам, где сегодня ждут потенциальных доноров крови и какие новые правила придется выучить фотографам. Новосибирцы смогут решить, как будет выглядеть набережная ИНИ в Первомайском районе. Проект благоустройства вынесли на общественное обсуждение. В течение этой недели можно делать предложения, вносить комментарии и замечания в онлайн форме. Для этого есть раздел «Проекты» на муниципальном портале. Очное обсуждение намечено на 24 июля в 18.30 в Доме молодежи. Разработчики представят проект и смогут ответить на все вопросы. Территория набережной реки входит в приоритетный проект формирования комфортной городской среды. Приступить к работам планируют в 2021 году. Хочешь отдыхать? Плати. Житель Красноозерского района Новосибирской области покосил задолженность по жилищно-коммунальным услугам, чтобы вылететь за границу. Мужчина накопил около 100 тысяч рублей долга. Платить отказывался, мотивируя это тем, что деньги в отпуске ему будут нужнее. Судебный пристав объяснил, что в таком случае отдыхать придется дома. Сумма позволяла ограничить выезд за пределы России. Рисковать за планированной проездкой мужчина не стал и за пару дней погасил задолженность. Отмечу, что сейчас в статусе невыездных находится почти 120 тысяч новосибирцев. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Помоги делам. Под таким девизом сегодня проходит донорская акция на площади Ленина. С 9 утра до полудня там будет стоять мобильный пункт сдачи крови. Помочь тем, кто нуждается в переливании, могут все желающие. Основные требования к донорам. Возраст старше 18 лет, прописка в Новосибирске или области. Отсутствие хронических заболеваний, ВИЧ, гепатита и гипертонии. Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. За двое суток нельзя употреблять алкоголь и принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Дороги к социальным объектам могут ремонтировать за счет федерального бюджета, если депутаты Госдумы примут законопроект, который внесла в парламент фракция «Справедливая Россия». Речь идет прежде всего о школах и поликлиниках. «Справедливоросы» считают, что на эти цели должны тратить деньги из дорожного фонда. Более 15 тысяч замечаний к пешеходным переходам у школ в Российской Федерации, более 3 тысяч школ и детских садов в нашей стране после того, как ребенок выходит за ограду, вообще не имеет тротуаров. И в этой связи мы считаем, что должны тратиться деньги из дорожного фонда на эти нужды, а не на муниципалитеты возлагать, у которых денег нет и никогда не будут, чтобы у нас все эти дороги были в порядке». В Дачной Академии открыли выставку «Июль. Цветочный и ягодный». Садоводы со всей области представили новые сорта растений. Как создать самую пышную клумбу, выясняла наш корреспондент Екатерина Новгородцева. «Здесь есть цветы на любой, даже самый изощренный вкус. От известного многим каланхоя до очень редкого иониума древовидного. Все эти сорта выводили опытным путем. Каждое растение может выжить в суровых сибирских условиях». Это уже вторая тематическая выставка за сезон. Садоводы представляют публике и своим коллегам новые сорта, которые удалось вырастить и сохранить. Вот эти экспонаты привезли с Барабинского сорта участка. Представляют лучшее, что можно посадить не только в специальных условиях, но и на дачах. «Научные работники сюда приезжают. Можно консультацию получить по любому вопросу. И по картофелю, и по овощным культурам, и по цветочным культурам. Вот все, что здесь цветоводы сидят, это все люди, которые через свои руки, и через свои участки пропустили по нескольку десятков сортов». На выставке можно увидеть необычные сорта привычных растений, таких как, например, эта герань. Надежда Судницына занимается выращиванием растений более 30 лет. Раньше на любительском уровне, сейчас профессионально. Если какой-то цветок не может зимовать на улице, пробует сохранить в горшке. «Первонаперво надо научиться правильно поливать цветок. Для любого цветка, прежде чем осуществлять следующий полив, нужно, чтобы обязательно земля просохла. Потому что корни цветка должны получать, кроме влаги, еще и воздух. Они должны дышать. А если мы постоянно будем влить, 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 то, естественно, к чему это перейдет? Корешки загнивают, в результате цветок погибает». Летом дачная академия проводит выставки и практические занятия. Зимой лекции, семинары. Учатся правильному судоводству. И все для того, чтобы у каждого был богатый урожай и красивый цветник. Екатерина Новгородцева, Борис Гладких, Новости ОТС. Фотографам придется учить новые правила. Со следующего года снимать новорожденных можно будет строго по ГОСТам. Так, в студии, где проходит съемка, должно быть тепло не меньше 22 градусов, а влажность от 50 до 70%. После каждой сессии помещение обязывают проветривать и кварцевать. Сами фотографы тоже должны пройти жесткий отбор. Никаких судимости, вредных привычек и заболеваний. Таких как ВИЧ, гепатит, туберкулез, нарушение зрения и координации. Еще одно обязательное условие – наличие письменного разрешения от родителей либо законных представителей младенцев. К этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь и в социальной сети Instagram. ОТС нижнее подчеркивание ТВ. С вами была Алина Штоколова. Я не прощаюсь. Увидимся меньше, чем через полчаса в эфире канала ОТС. Хорошего дня. Субтитры предоставил DimaTorzok Здравствуйте. Это «Время новостей» на канале ОТС. С вами в студии Алина Штоколова. В этом выпуске мы расскажем, в каком направлении будет развиваться сотрудничество Новосибирской области и Республики Беларусь, сколько задолжали государству жители нашего региона и где в ближайшее время будет ограничено движение. Делегации Новосибирской области сегодня работают на форуме России и Беларуси в Санкт-Петербурге. В этом году он посвящен развитию сотрудничества в сферах молодежной политики, культуры и образования. Сегодня запланирована встреча глав всех регионов с председателем Совета Федерации России. Там с докладом выступит губернатор области Андрей Травников. Сейчас на встрече с послом Республики Беларусь в Российской Федерации, с белорусской делегацией мы будем подписывать два документа, протокол встречи и достаточно объемный план мероприятий сотрудничества на 2019 и 2021 годы. План проработан по итогам нашего визита в январе в Республике Беларусь. План достаточно насыщенный. Это 39 мероприятий самых разных. Научное сотрудничество, гуманитарное сотрудничество, развитие сотрудничества наших промышленных предприятий, совместные инновационные разработки. И к другим темам. 13 жителей Новосибирской области задолжали государству больше миллиона рублей. Каждый. И это только за транспортный налог. Именно этот сбор безоговорочный лидер у неплательщиков. Новосибирцы накопили уже почти 2 миллиарда долга за средства передвижения. Чаще всего суммы небольшие. От 1 до 10 тысяч рублей. Но есть и те, кто не платит годами. Также в топе задолженности по земельным и имущественным сборам. Общий размер налогового долга по региону превысил 29 миллиардов рублей. Стоит помнить, что государство активно борется с теми, кто не хочет исполнять свои обязательства. Против них направлен целый ряд мер. В том числе и запрет выезда за границу. В частности, это помогло собрать больше миллиарда рублей из должников только за первый летний месяц. Дороги к социальным объектам могут ремонтировать за счет федерального бюджета. Если депутаты Госдумы примут законопроект, который внесла в парламент фракция «Справедливая Россия». Речь идет прежде всего о школах и поликлиниках. «Справедливороссы» считают, что на эти цели должны тратить деньги из дорожного фонда. Более 15 тысяч замечаний к пешеходным переходам у школ в Российской Федерации. Более 3 тысяч школ и детских садов в нашей стране после того, как ребенок выходит за ограду, вообще не имеет тротуаров. И в этой связи мы считаем, что должны тратиться деньги из дорожного фонда на эти нужды, а не на муниципалитеты возлагать, у которых денег нет и никогда не будут, чтобы у нас все эти дороги были в порядке». В поселке Северный полным ходом идет благоустройство парков и дворов. Ремонтируют дороги. Каких изменений ждать жителям, расскажем в следующем сюжете. В этом году в Северном благоустройство придомовых территорий идет с большим размахом. Реконструируют дворы, ремонтируют дороги. Сейчас выкладывают тротуар по главной улице села. Пешеходы и жители улицы Ленина ждали этого давно. «После каждого дождя у меня в голове такие мысли возникали, что когда же дорожку нам сделают наконец-то. Потому что вот машина прошла, если идет встречная машина, то пешеход идет по обочине на асфальтовую дорогу. Он если встал, то все, две машины идут, ему нужно убегать туда на обочину, на грунтовую. А после дождя там грязь ужасная». «Я радуюсь теперь в первую очередь за родителей и за детей, которые будут идти в школе по этой замечательной дорожке. Это будет безопасность и удобство». В парке отдыха реализуют масштабный и многофункциональный проект, который включает в себя спортивные площадки, тир, велодорожки, зону отдыха для взрослых и детей, батуты, игровые зоны и многое другое. «Нам бы хотелось, чтобы в парке были разные аттракционы, тир, качели, карусели, возможно даже беговые дорожки. В этом году все работы завершат в полном объеме. Часть федеральных и областных средств потратят на благоустройство парка и придомовых территорий. Тротуары обустроят на средства из местного бюджета. Дмитрий Антипов, Марина Плотникова, Максим Гришаненко. Новости ОТС. В советском районе Новосибирска временно закрыли движение транспорта. На улице Кутатыладзе напротив дома 146 проводят реконструкцию канализационного коллектора. Из-за этого пришлось изменить схему движения автобуса номер 7 и маршрутных такси под номерами 7 и 52. Они будут проезжать закрытый участок через остановочный пункт вычислительный центр. Для объезда автомобилистам советуют пользоваться соседними улицами. Завершить ремонт планируют 26 июля. К этой минуте у меня все новости. Подписывайтесь на наш канал и смотрите сюжеты теперь в социальной сети Instagram. ОТС нижнее подчеркивание ТВ. С вами была Алина Штоколова. Я не прощаюсь. Увидимся меньше чем через полчаса в эфире канала ОТС. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон» Здравствуйте. Это время новостей на канале ОТС. С вами в студии Алина Штоколова. В этом выпуске мы расскажем, кто может рассчитывать на рост зарплаты, почему сахар значительно подешевел, а также историю преданной собаке, которая прошла 200 километров в поисках своих хозяев. Контрактникам в российской армии существенно повысят зарплату, сообщает издание «Красная звезда» со ссылкой на министра обороны Сергея Шойгу. С 1 сентября увеличат денежное удовольствие рядовых и сержантов. Также им планируют предоставить право на бесплатный проезд к месту отпуска и обратно. Изменятся и зарплаты военных водителей. Насколько издание не сообщает, но известно, что для шоферов категории С и Е установят ежемесячную надбавку в размере 30% от оклада. Также с октября повысят компенсации за наем жилья. 200 километров в поисках хозяина, которому уже не нужна. Именно столько прошла бульмастив по кличке Мару, чтобы добраться домой. Год назад породистого щенка купили в жителях Красноярска. Собака выросла и стала обузой. Мару посадили на поезд, чтобы отправить обратно к заводчице, но через несколько станций собака поняла, что родных людей рядом нет. Она выскочила из поезда и отправилась их искать. Стертые в кровь лапы, отчаяние в глазах и почти потерянная вера в людей. Чем закончилась история о преданности и предательстве, расскажем уже сегодня в следующих выпусках новостей. Не пропустите. И к другим темам. Цена на сахар в России впервые опустилась ниже минимума 2013 года. Сейчас кило можно купить в среднем за 27 рублей. Это на 10 рублей дешевле, чем годом ранее. Все дело в рекордных запасах и, как следствие, превышение предложения над спросом. В отрасли сезон начинается в августе и длится по июль следующего года. В конце сезона спрос на остатки сырья традиционно высокий, так как производителям необходимо компенсировать затраты на хранение. Это толкает цены вверх. Дороги к социальным объектам могут ремонтировать за счет федерального бюджета. Если депутаты Госдумы примут законопроект, который внесла в парламент фракция «Справедливая Россия». Речь идет прежде всего о школах и поликлиниках. «Справедливая Россия» считает, что на эти цели должны тратить деньги из дорожного фонда. Более 15 тысяч замечаний к пешеходным переходам у школ в Российской Федерации. Более 3 тысяч школ и детских садов в нашей стране после того, как ребенок выходит за ограду, вообще не имеет тротуаров. И в этой связи мы считаем, что должны тратиться деньги из дорожного фонда на эти нужды, а не на муниципалитеты возлагать, у которых денег нет и никогда не будут, чтобы у нас все эти дороги были в порядке». Роскачество совместно с Международной лабораторией оценило антивирусы для компьютеров на Mac и Windows. Оказалось, что встроенные программы защиты менее эффективны, чем сделанные сторонними производителями. Эксперты оценивали способность антивирусов противостоять вредоносным программам и удобство в использовании. По результатам тестов выбрали 5 лучших программ, однако обеспечения от Windows и Mac в топ-лист не вошли. Отмечу, исследование антивирусов проводилось в течение 2018 года в 40 самых современных лабораториях мира. Поделки, будто живые люди, уменьшенные во много раз. В Доме ученых в Академгородке сегодня открылась выставка Ирины Верградской. Там мастерица представила 100 своих последних работ. В феврале мы уже рассказывали о ее куклах-стариках. Они покорили не только редакцию ОТС, но и интернет-пользователей. Бабушек она мастерит из тканей и пластики. Изображает такими, как ими видит на улицах. Затем из кукол собирает композиции. Прорабатывает все до мелочей. Всего у Ирины больше полутора тысяч работ. Это и куклы знаменитости, и просто модели в народных костюмах. И персонажи сказок. Создала мастерица и как художник Биструб историю одного кресла. Жизнь девочки от рождения до старости. Глядя на работу Ирины Верградской, сложно поверить, что у женщины нет специального образования. В Новосибирске она всего пару лет, родом из Норильска. За плечами около десятка выставок. Показать свои работы в столице Сибири ей пока не удавалось. Только в интернете. И вот мечта сбылась. Увидеть кукол можно до 15 сентября. К этой минуте у меня вся информация. С самыми интересными событиями дня вас познакомят мои коллеги в следующих выпусках новостей. Судьей была Алина Штоколова. Я с вами прощаюсь. Хорошего и продуктивного вам дня. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ